Всем привет дорогие друзья! Сегодня в этом видео я хочу показать вам важные настройки, перечень настроек, которые помогут ускорить ваш смартфон, он реально станет быстрее и шустрее работать, повысится даже FPS в играх, если вы конечно играете, а если вы не играете, то смартфон просто будет шустрее работать и вы сами это вот заметите. Что ж ребята, давайте начинать комплекс мероприятий положительных. И первым делом, что я вам советую сделать, это очистить свободную память, чтобы у вас ее стало больше, хотя бы там на несколько гигабайт. Если у вас это получится сделать, то это будет просто отлично. Как можно очистить? Давайте я вам покажу быстрые способы, хотя я недавно уже выпускал большое видео по поводу очистки смартфона и увеличения внутренней памяти. Давайте вкратце я вам напомню. Первым делом, самое главное, удалите приложения, которыми вы не пользуетесь. Возьмите их все качественно, проверьте, точно вспомните. Возможно, вы некоторых из них уже забыли и они просто так лежат мертвым грузом, поедая там кэш, работая в фоне и так далее. Берите просто ненужные приложения и удаляйте. Вот так тщательно пройдитесь. После этого заходите в галерею, удаляете фотографии, видео, потом очищаете корзину. Давайте я вам сразу покажу, где корзина находится. Вот настройки, в самый низ, корзина, заходите и все там удаляете. После этого заходим в безопасность, очистку нажимаете, ускорение нажимаете, глубокая очистка, тоже проверяете все это дело. После этого заходим в папку, вот, проводник, системное приложение. Здесь тоже нужно будет удалить некоторые файлы. Конфиг, вот эти вот всякие файлы, о которых вы могли и не знать, что они тут находятся, вот, берите и удаляйте. Потому что, когда вы устанавливаете приложение на свой телефон, автоматически создается тут папка с кэшем, с различными данными. И когда это вот приложение, установленное на вашем телефоне, вы им пользуетесь, оно генерирует какие-то данные, там, фото, видео, документы, какие-то форматы файлов другие, то все эти данные сохраняются в этой вот папке. И когда вы это приложение удаляете, а папка здесь вот сохраняется с этим мусором, вы сюда заходите, удаляете. Потом заходите в Movie, галерея, удаляете папку Cloud, удаляете папку Debuglog, удаляете некоторые файлы в Telegram, если они вам не нужны. И вот таким образом очищается у вас внутренняя память. Это вот самый классный способ ускорить ваш смартфон. Итак, ребят, приступаем к нашему второму шагу. Заходим в безопасность, спускаемся в самый низ, передача данных потом. Сетевые подключения, три точки, вот фоновые подключения. Смотрите, работа приложений в фоне задействует оперативную память, быстрее высаживает батарейку. Соответственно, вы берете некоторым приложением, отключаете работу в фоне, и вы тем самым даете разгрузку вашему телефону, и он тоже немножечко становится быстрее. Фоновая работа к диктофону, например, зачем? Ну, вообще бесполезно. Объектив, вот это тоже не нужно мне. Загрузки пусть будет. Специальные возможности, ё-моё. Отключаете все эти штукенции. В комплексе всех этих настроек вы заметите ускоренную работу телефона. Вот так по всем проходитесь и отключаете фоновую работу. Там много кому отключаете. Очень многим приложением берете, отключаете. Ну, кроме там контакты, синхронизация контактов, Google Service Framework. Это Google Pay, если вы NFC пользуетесь. Это, конечно же, отключать не нужно. А вот проводник, заметки, TikTok даже можете попробовать отключить. Но, возможно, он у вас попросит разрешение. Вполне возможно. Google Photo, там Uber, калькулятор, wallpaper, дневник, переводчик, там другие какие-то. Короче, вот так по всем проходитесь и отключаете фоновую работу. После этого нам нужно попасть в режим для разработчиков. И вот тут мы сейчас пройдемся по некоторым настройкам, которые тоже ускорят работу смартфона. И сейчас вот так опускаемся по чуть-чуть. Я вам буду показывать, что тут нужно изменить. Мне сейчас будет на глаза это попадаться все. Я вам буду говорить. Трассировка системы, если у вас включено, вот это вот все отключаем. Так, стоп. Отключаем. Дальше спускаемся ниже. Я так по чуть-чуть медленно буду, не спеша опускать, потому что у нас тут есть... Вот, смотрите, анимация окон, ребят, ставьте все без анимации. Без анимации, без анимации. Это уже ускорит работу смартфона. Так, смотрите, ребят, включить 4X MSI я вам не советую, потому что графика, возможно, улучшится, но FPS не улучшится. То есть и может затормаживаться даже игра и быстрее нагреваться смартфон. Поэтому пока что не нужно это включать. Хотя на разных смартфонах реакция разная. Можете проверить. Если будет быстро нагреваться игра, допустим, будет тупить телефон, то отключайте. У кого-то это прокатит на каком-то смартфоне, на каком-то нет. Поэтому это нужно все проверять, так сказать. Так, вот, лимит фоновых процессов. Если вы, допустим, играете в игру, ставьте без фоновых процессов. То есть для того, чтобы повысить FPS, именно вот перед игрой ставьте без фоновых процессов. Если вы в игры не играете, то пусть будет стандартный лимит. Все будет отлично. Вот. А вот именно перед игрой, если вы игроман, то вот эту функцию отключайте. Итак, ребята, в принципе все. GPU ускорения, кстати, я вижу, что у меня здесь нету. Или я пропустил, возможно. Если у вас есть включить GPU ускорения, то берите и включайте эту настройку. Смартфон реально тоже ускорится и будет быстрее работать. И напоследок, давайте вам покажу последнюю настройку. Заходим в свои главные настройки. Потом спускаемся немножечко ниже. Заходим в пункт особые возможности. После этого вот ускорение игр. Сюда заходим. Опять-таки, ребят, эта настройка в основном относится к тем, кто хочет ускорить саму игру. Добавить. Нажимаем плюсик. Добавляем сюда игру, в которую вы играете и в которой вы хотите повысить FPS. Чтобы она более плавно игралась и не было никаких торможений, лагов, глюков и так далее. Добавляете свою любимую игру. Просто лично я не играю в игры, поэтому у меня их тут нету. Добавили игру. Возвращаемся обратно. Потом в правом верхнем углу заходим. Вот сюда в настройки. Ускорение игр. Пункт стоит панель ярлыков. Хотите, уберите. Хотите, пусть стоит этот пункт. Спускаемся несколько ниже. И вот ускорение процессора. Сюда мы заходим и включаем пункт оптимизация Wi-Fi. Смотрите, уменьшить сетевые задержки Wi-Fi. Это очень хорошо, особенно в тех случаях, если для нормальной игры вам требуется подключение к интернету. Возвращаемся обратно. Вот, в принципе, и все. Мы прошлись по всем настройкам, которые позволят вам ускорить ваши игры и ускорить работу в целом вашего смартфона. Если видео понравилось, поддержите лайком. Оставляйте свои добрые комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем желаю успехов, удачи и всем пока.